Аграрный университет сегодня определился с новым ректором. Его выбрали на конференции научно-педагогических работников. Напомним, на пост руководителя сельхозвуза претендовало три человека. Исполняющий обязанности ректора Николай Колпаков, декан агрономического факультета Сергей Завалишин и профессор Института природообустройства Владимир Татаринцев. 80% голосов было отдано за кандидата Колпакова Николая Анатольевича, доктора сельхознаук, доцента, временно исполняющего ректора нашего университета. 160 голосов. Приступить к своим обязанностям ныне избранный ректор Аграрного университета Колпаков Николай Анатольевич сможет после подписания трудового договора между им и Министерством сельскохозяйственной Федерации. Алтайские школьники сегодня отправились в Москву на главную елку страны. Первопрестольно они проведут три незабываемых дня. Помимо елки в программе путешествия посещения Кремля, цирка или дельфинарии обещают в Краевом управлении образования. В Парнаульском аэропорту школьника в дорогу проводил Алтайский Дед Мороз со Снегурочкой. Напомним, счастливый билет на самолет достался не просто отличникам, а настоящим активистам, без которых не проходит ни одно мероприятие в школе или районе. Сегодня меня просто переполняют чувства. Я еду в Москву на великолепную кремлевскую елку, где я никогда не был. И просто невероятно, ну это просто нереально для меня. Я хорошо учусь, я отличница, и все возможные награды у меня есть, и поэтому, наверное, меня выбрали. С волнением готовиться к этому празднику я очень хотела, и я очень была рада. Я сначала до конца не верила, что я вообще сюда попадаю, но вот мечты сбываются. И вновь к новостям Барнаульских вузов. Ректор педагогической академии Ирина Лазаренко на днях вернулась из Москвы. В столицу ездила, чтобы получить приказ Министерства образования о переименовании академии в университет. Судьбоносный документ в Москве появился в первых числах декабря. В ближайшее время из налоговой службы должно прийти новое свидетельство, а вот новый устав вуза уже получен.